всем привет поговорим о сборке сегодня дипин это сборка китайских производителей хорошая нормальная сборка на какие нюансы первые при запуске значит я делал значит менюшку делал все это на русском языке у меня вот этот пункт меню получался с кракозябрами поэтому я перескочил на английский язык сделал нормальное входное меню ну кому что понравится пожалуйста значит возьмите и делайте сборку значит на русском языке там переключите язык но вот этот пунктик меню у вас будет с кракозябрами вот практически и все так ну что могу сказать сборка неплохая образы которые создают программа систем бак ну что там нормально получается рабочие образы грузится нормально ну а если сами понимаете если образ грузится значит образ сделан правильно и его можно записать на флешку вот практически и все есть только несколько причин по которым образ с флешки значит не стартует не работает первая сама флешка плохая вторая программа при помощи которой образ был записан на флешку и третье надо покопаться в настройках бизнеса отменить вот секи его или секи его будут поставить галочку чтобы сделать его или сайблит чтобы он там не мешал и там еще в настройках надо выставить у ефи по моему сделать его легаси и нэблит вот такие вот парочка настроек и в принципе флешки обычно грузится нормально а самой сборки значит по порядку ну давайте начнем с интернета первое официально значит поставлен google chrome еще дополнительно значит я поставил для любителей линукса многие любят броузер firefox дальше значит хороший значит есть офисный пакет в частности есть офисный пакет по типу винворда текстовый редактор вот такой вот здесь вот выскакивает у них сообщение значит что некоторые символы в формулах могут отображаться неправильно но закроем меня это сильно не колышет любопытно что вот посмотрите нажимаем сохранить посмотрите каких форматах сохраняет практически в офисных форматах года 2007 2010 и есть еще и более ранние форматы то есть полная совместимость с документами значит винворда док цивит док и значит есть собственный формат еще вот таким вот образом хорошая удобная скажем так опция дальше ну что сделать снимочек экрана ну вот в любом месте ткнули вот так вот взяли допустим выбрали подогнали например вот сюда вот так выбрать то что вам нужно и здесь значит там вот где то вот здесь все снимочек значит сделан значит ну и снимочек можно посмотреть он сохранен на рабочем столе значит у меня он спрятался законки ну проблем это особых я не вижу два варианта первый значит посмотреть его через менеджер программу так вот снимочек который значит мы сделали понятно да то есть абсолютно нормально все хорошо работает поехали дальше ну простенький текстовый редактор он и выведен вот сюда на нижнюю панель я его выбил значит тут можно начать делать короткие заметки там многое чего значит запомните раскладка переключается переключение раскладки клавиатуры здесь очень необычная клавиша супер и пробел клавиша супер это в нижнем левом углу клавиатуры на ней еще обычно значок windows нарисован эта клавиша называется супер вот она и пробел в принципе дают вот такую вещь вот я сейчас перейду на русского пробелом нажал еще раз и я что-то пишу там по-русски нажимая супер пробел пробел нажимаю еще раз у меня он встал на английскую и вот пошли английские буквы в английской раскладке получаем значок собачки нажимая на клавишу shift и русскую букву э вот вот в английской раскладке запомните shift и русская буква э это вот такие вот значит особенности данной сборки значит ну что на пошли дальше ну поставлена программа значит через три естественно значит скачать вы всегда ее можете с моего сайта сохранить где-нибудь папочку и пожалуйста при помощи программы через три все это дело сохраняйте ну вот здесь я со временем сделаю папочку dpin и там какие-то там находки или советы от пользователей буду их сюда помещать поэтому периодически заходите ко мне на кладовочку на мега скачивайте обновленные файлики там податом смотрите все будет нормально дальше значит установлена скайп значит вот ватсап и еще я поставил сюда программку для вайбера то есть для скажем так общение все самое необходимое значит есть вот еще и вайбер тут вот две кладовочки дропбокс и мега пожалуйста значит там заходите регистрируйтесь и у вас будет на мега 50 гигабайт свободного пространства удобно хорошо дропбокс очень маленькая по размерам кладовочка но надежная ну что ну вот системный монитор супер удалось установить на дальше значит очень удобная программа для создания загрузочной флешки практически создает очень надежные как говорится записывать образы им очень хорошо электронные таблицы опять таки полностью совместимые с виндой вот смотрите форматы microsoft excel 2007 2010 то есть интерфейс очень похожий ну нормально все значит программа для просмотра видеороликов роликов дальше значит стим стим здесь уже настроенный я его обновлял там минут 5 или 10 ждал там пока все эти там пакеты там обновятся и так далее очень надежная программа игроманы ее очень любят ну если вы зарегистрированы то просто зайдете сюда заведете свои данные а если нету вот зарегистрируйтесь вот таким образом наряду со стимом есть программа кроссовер она по типу вайна позволяет запускать приложения которые работают опять таки для любителей значит игр здесь стим кроссовер там и вайн по моему тоже может подключить все сделано как говорится для людей просматривать документы в формате pdf это программа ну почтовый клиент терминал начать я его вывел сюда терминал вот так вот выглядит если что то печатаете вот так вот все это дело выглядит нормально дальше значит подключение сканера принтера менеджера архивов программа для просмотра значит картинок ну например импорт ну давайте были картинки тут даже можно ну даже вот так вот можно сразу целую папку взял у меня он открыл и пожалуйста можно выбрать здесь вот любой образ просмотреть его установить его в качестве обоев рабочего стола то есть ну просто как говорится все это дело делается дальше значит файлы менеджер значит особенности какие вот здесь я столкнулся с тем что некоторые правила мне нужно было работать в корневом режиме а обычный менеджер мне этого делать не позволял потому что у номера то если право это помощь и кликать что здесь всегда было значит сказано значит что открыть в корневом режиме а здесь ничего подобного нет я значит единственное что нашел решение вот такое у меня здесь установлен менеджер наутилус вот здесь я пишу команду а су да с у завожу пароль значит тут у нас пароль единичка и вот здесь я печатаю наутилус наутилус и вот здесь я уже в принципе оказываюсь в корневом режиме и это мне уже скажем так позволяет ну по крайней мере там уже что то там скажем делать вот я выбираю там другие локации и обычно всегда бывает нужна папочка там мне User Share ну допустим даже можно посмотреть вот background два значит образа здесь да а теперь значит если я открою обычный зайду картинки background ну вот я выберу их все скопирую и возьму сюда их все и выставлю то есть видите в корневом режиме но все эти дела как говорится делаются и делаются нормально ну теперь я просто могу вот эти вот тапочки удалить корзину а все остальное уже как говорится у меня тут будет работать я тут опять таки смогу уже выбрать любой рабочий скажем стол обои ну допустим установить вот и здесь как говорится вот видите да помогу помогу уже скажем установить и только для рабочего стола могу еще сделать скажем и в окошко когда мы выходим из режима lock screen вот таким вот образом очень любопытно значит здесь центр управления вот шестереночка нажимаете на него вот у вас появляется учетные записи можно значит поменять картинку там может из окошечка выбрать там потому что нравится у меня стоит здесь автоматический вход если вы хотите входить по паролю то нажмите вот здесь вот вас попросят завести пароль вы поменяете на вход по паролю хотите изменить пароль вот здесь вот нажмете заведите новый пароль еще раз повторить подтвердите и у вас будет новый пароль понятно да дальше ну здесь естественно значит про ваш как говорится экран вот какое у него разрешение имеется вот у меня значит подсвечено здесь значит приложение по умолчанию ради бога значит я единственное у себя значит сделал сделал себя видео проигрывателем медиапроигрыватель смп смплеер дальше персональные настройки опять-таки посмотрите там поползайте а здесь интернет вот это значок сетей тут показывает какой сети я подключаю тут не сложно это настройка громкости уровень входного сигнала можно несколько его там поменьше сделать вот допустим я на 60 сейчас поставил звуковые эффекты звуковые эффекты у меня включены здесь значит дату и время если что-то нужно поменять то поменяете там и месяц там и год себе и число сделаете у меня вот автоматически все это дело сопрягается для владельцев ноутбуков и лаптопов значит тут пожалуйста можно значит выставить настройки сделать свои это значит мышка клавиатура вот видите у меня слабкая клавиатура две причем язык системный выставлен русский хотя значит тут можно поставить системный язык любым там английским каким угодно ради бога здесь значит сочетание клавиш это значит ну вот например control alt delete выйти из системы запустить запустить терминал control alt ну так же как и везде в лимаксе то есть разберетесь здесь ну здесь входное меню меню загрузки значит тут можно там и цвет поменять и прочее ну нормально все здесь информация системы вот здесь для вас важная вещь потому что вам придется поднастроить зеркала на которых расположена значит наиболее близко к вашему месту жительства операционная система DEPIN так сказать ее репозитария вот здесь нажмите на шестеренку переключить и вот здесь вот где-то я в самом низу вот у меня стоит ГБ Великобритания я видел значит вот Яндекс русский вот РУ нажмете нажмете на выполнено и у вас будет уже как говорится репозитарий задействован как говорится российский вот таким образом ну а здесь значит кнопочка выключить практически значит все ясно и понятно включить перезагрузить приостановить блокировать выйти вот таким вот образом какие могут еще тут встретиться интересные моменты давайте посмотрим значит есть очень хороший скажем так календарь значит практически вот опять таки любой год любой месяц ну посмотрите я думаю что вам это дело понравится нормальный калькулятор но джип артит она тут уже как говорится и слов говорить не нужно воткнул я сюда Ubuntu твик самое смешное что она у меня была в дебиаловском пакете и она сюда просто-напросто взяла и нормально встала и вот я сейчас допустим могу почистить там все данные куча их тут поднабралась вот я галочка сейчас отмечаю нажимаю очистить заложу пару ледяничку и он у меня значит все это дело потихонечку все дело очистит все вот таким вот образом все это дело значит здесь работает а плед погоды он работает медленно но работает и стабильно вот смотрите когда нажимаете первое время значит вот он сообщает что получает погоду то есть соединяется там сервером погоды получает там какие-то там данные ну в конце концов значит вот он данные о погоде получил и у себя я могу посмотреть погоду на среду четверг пятницу субботу и так далее а это вот текущая погода значит на вторник вот таким вот образом на дальше правой кнопкой мышки в любом месте погоды нажать и вот не всегда выскакивает меню надо дождаться и вот местоположение настроить допустим можете настроить к примеру там любое ну вот я допустим настраивал дело по владивостоку вот пожалуйста закрыть обновить сейчас через какое-то время появится уже погода по владивостоку вот видите уже появилась погода по владивостоку то есть вот таким вот образом можно там в этом списке держать несколько городов если вы часто путешествуете тут проблем нет вот могу сразу перейти на ливерпуль безо всяких каких-то движений вот пожалуйста по ливерпулю правой кнопкой мышки нажимаю жду менюшку чтобы выскочила и закрываю сводку погоды иногда по правому клику менюшки приходится ждать там чтобы она выскочила иногда и полминуты ничего страшного вот таким образом очень любопытный момент здесь вот что посмотрите многозадачный вид вот например у меня программа для записи с экрана вот видно что она на первом рабочем столе я могу сейчас ее взять и переместить на второй рабочий стол и вот она у меня будет как говорится находиться вот здесь вот я там ее буду писать там ей в это время значит рассказывать вам буду находясь вот на этом рабочем столе ну очень удобная такая опция мне она очень нравится здесь значит системный трейд тут у меня значит видите значок клавиатуры стоит английская и значок программы используем для записи с экрана и вот если я нажимаю на значке я опять таки могу пристановить запись затем могу ее сохранить могу отменить то есть тут у меня все нормально и все нормально работает ну что давайте пойдемте дальше дадим уж как говорится до победного конца значит программа для установки дебяновских пакетов ну тут понятно что в основном система ориентирована на дебяновских пакеты на джесси это по-моему дебяна осьмерка джесси вот они тут как говорится на ура приветствуются дальше значит ну имеется редактор видеофайлов затем значит имеется редактор звуковых файлов и значит имеется вот конки менеджер в айти в айти тоже значит есть программа для скачивания видеофайлов тоже есть конки менеджер посмотрите я поставил конки менеджер здесь слева почему потому что у меня центр программ находится справа понятно да поэтому я когда указывал ему локализацию вот я указал снизу слева вот у меня он снизу слева и встал вот таким вот образом ну что я могу сказать сборка появилась получилось удивление хорошее большинство программ значит работает нормально что значит какие недочеты значит тут я лично что у меня не пошло что кутер 4 кутер 5 фс архивер не встали групп кастомайзер не встал варите слайд шоу значит не встало паром значит паром на диппин поставить можно но там есть элементы скажем так много возней поэтому кому это дело захочется то ради бога значит пожалуйста всегда значит можете этим делом заняться я значит сделал в броузере такие хорошие закладочки ну заведем просит каждый раз заводить пароль разблокировать восстановим все эти дела вот посмотрите значит я сейчас вот убираю все вкладки вот смотрите по умолчанию значит первое значит очень хороший есть журнал вернее веб-сайт Компизомания и здесь вам на диппине все это дело сразу я уже как говорится установил что вы могли просто вживую почитать все вот эти вот особенности тут же если вы заведете диппин паром то почитаете как установить паром значит на диппин значит вот пожалуйста на русском языке сайт где разбирается именно посвященный диппину и пожалуйста тут масса значит вопросов можно найти значит свои вот если не найдете значит ответы на свои вопросы то зададите ну нормально все здесь значит ролики которые я сделал в алфавитном порядке от свежих более как говорится старым здесь значит сайт на котором пользователи мы всегда могут там и поучиться там и поискать там любую там информацию тоже на очень много вопросов значит здесь отвечено это имеется форум где значит у меня очень хороший администратор Сергей он практически ответственным за эту веточку и здесь тоже есть очень много там чего вам нужно будет только зарегистрировано зарегистрироваться и можете читать сообщения очень много тут уже было ответов на самые разные вопросы поэтому посмотрите пообщайтесь здесь очень много пользователей я думаю что вам это будет приятно такое общение значит очень такие люди здесь скажем нормальное правило просто сделали жесткие все чтобы не было никаких там оскорблений чтобы никто там не похвалился и использовал скажем так нормативный русский язык без всяких там матьюков и прочее если тут сказать вы нормальный человек у вас есть вопрос вам всегда с удовольствием помогут вот таким образом так что броузер значит сделан вот таким вот образом то есть имеется сразу четыре закладочки здесь значит программа для скачивания видеофайлов с трубы блокиратор рекламы ну эта программа значит позволяет обходить запретные сайты которые там страны запрещает посещать почитайте что это такое как поднастроить это уже у кого особые интересы будут вот таким вот образом ну что я думаю что в основном про все основные программы которые значит здесь установлены я рассказал значит так что я желаю вам сборку значит эту посмотреть сборка значит находится вот здесь нажимаете на мега вот зипы сначала качайте самый маленький файлик контрольную сумму и вот сборочка нажимаете вот так скачать обычная загрузка и скачиваете ее сборка получилась большая 3 гигабайта ну тут потому что очень много программ установлено поэтому значит я вот желаю вам всяческих успехов и удач с этой сборкой я думаю что она понравится очень много и хочу еще раз подчеркнуть что посмотрите какой хороший грамотный и проработанный графический интерфейс очень похож на Маджара затем значит вот это вот гномовская значит вот это вот менюшка яркие сочные красивые значки для программ ну просто скажем так приятно вот так что вот это вот китайская операционная система дипин у меня они сложились очень хорошие впечатления ну единственное значит кто значит сможет установить вот эти программы фс архивер и групп кастомайзер значит ну отпишитесь тогда пожалуйста я с удовольствием значит постараюсь все это дело завести в сборку кто прицепит варите значит тоже кто значит внятно и понятно там сможет пароль пароль воткнуть значит ну тоже отпишитесь вот таким вот образом ну ладно желаю значит вам всего самого хорошего и доброго в наступившем новом году значит всяческих успехов и удач ну и это вам скажем мой подарок в новом году пожалуйста пробуйте наслажать наслаждайтесь всего вам доброго до новых встреч в этом году